На улице стоит жара и самарцы, чтобы охладиться, отправляются поближе к воде. Но купаться можно не везде. Если на берегу установлен вот такой знак, это значит, что погружаться в воду здесь опасно. В этом году подобные таблички установили на 55 несанкционированных пляжах региона. Именно в таких диких местах и любят отдыхать самарцы. Например, на Шестом Причале или на острове Проран. Здесь меньше людей, но и никто не следит за безопасностью, не обследует дно. Поэтому загорать на таких берегах можно, а в воду заходить нельзя. Это может привести к трагедии. Гибель людей происходит в основном в местах, не предназначенных для купания. Это, соответственно, необорудованные дикие пляжи. Поэтому хотел бы донести население, чтобы соблюдали правила поведения на воде, особенно в необорудованных местах. И все-таки, ну не все-таки, а хотелось бы отметить, чтобы купались и отдыхали на оборудованных пляжах. На Самарской набережной проверили дно, определили зоны купания и установили спасательные посты. Они оснащены всем необходимым для своевременного оказания помощи. Данил Муравченков работает спасателем уже два года. За одну смену ему приходится помогать как минимум пяти отдыхающим. Есть сухое утопление, есть мокрое. Человек может, в принципе, не утонуть. То есть, может, ноги свело, еще что-то. То есть, после того, как человека достают из воды, в первую очередь происходит оценка состояния, оценка сознания, пульса. Есть алгоритм А, Б, С, Д, Е. То есть, оценка, если есть там кровотечение и так далее. Всего на городских пляжах 14 спасательных постов. Но надеяться только на помощь профессионалов не стоит. Сотрудники служб спасения напоминают. Не оставляйте детей на берегу без присмотра, не заплывайте за буйки, избегайте перегрева на пляже и переохлаждения в воде. Кроме того, категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События.